К сожалению, этот вопрос стал не в столь давнее время, не в столь. Именно с тех времён, ну, в основном это XIX века, когда особенно начали развиваться идеи либерализма во всех отношениях, и в частности, и в области прав человека, и прав женщины. Дело в том, что здесь, к сожалению, пошли не по пути божественного откровения, а по пути человеческой гордости и тщеславия. Дело-то вот в чём. Скажите, что главнее в человеке – ум или сердце? Вопрос. Ну, когда нет ума, говорят, Боже мой, какой ужас! Если есть ум и нет сердца, Боже мой, это чудовище! Так что же лучше? Конечно, сочетание того и другого. Но как? Да избавит Бог, если ум будет бессердечный. Мы уже как договорились. Так вот, оказывается, Бог открыл, каков должен быть характер отношения между мужчиной и женщиной, между умом и сердцем. Понятное соотношение? Ум, я говорю, это образ мужчины, женщины – это образ сердца. Так вот, какое же соотношение интереса должно быть? И вот здесь мы находим в Священном Писании, я бы сказал, открытие, которого фактически не знал весь древний мир, дохристианский. В дохристианском мире действительно женщина была просто подчинённой и больше ничего. Всё, и это был закон. И об этом просто никто никогда и не спорил, и не было никаких рассуждений. Всё, что открыло христианство? Жена, оказывается, – это не рабыня, не слуга, в лучшем случае даже. Нет-нет! А христианство открыло, что это, оказывается, твоя же плоть, ибо ты, объединившись с женой, ты стал одной плотью. И поэтому апостол пишет, пишет и апостол, Евангелие говорит всё, слова Священного Писания какие? Кто же, когда свою плоть возненавидел? Напротив, питает и греет её? Вот, оказывается, что пишет апостол, жена оказывает часть твоей плоти. Так всё то недружелюбное, нелюбовное, тем более жестокое, что ты проявишь в отношении жены, ты тем самым что сделал? Себя ты режешь и колешь. Слышишь, муж? Себя, потому что это отныне твоя же плоть. Этого никогда никто не знал. И отсюда становится так понятным, какого должно быть отношение мужа к жене, как к своей плоти. Какое отношение? Он прямо пишет, кто же, когда возненавидел свою плоть, но питает и греет её? Кто? Он. То есть, руководитель он действительно является. Это действительно да. Потому что ум должен быть руководителем, естественно. Он. Но это руководство, это отношение может быть верным и правильным только в том случае, когда оно соединено с любовью. Нет любви. Всё разваливается. Появляется карикатура в семейных отношениях. Не семья, а безобразие. Вот, оказывается, что дало христианство. Это поразительное, я вам скажу, открытие, которого, повторяю ещё раз, не знал весь древний мир. Не слуга жена, не рабыня, а твоё собственное, твоя плоть, которую ты питаешь и греешь, и должен это делать. Вот отсюда и возникает, отсюда пресекает ответ. А если хотите, скажу вам нечто другое. Хотите, привезу вам стихотворение, одно очень интересное, одной древней мудрости. Один древний мудрец прямо говорил, сильнее не тот, кто твёрд, а тот, кто мягче. Вода, что может камень продолбить? И дальше. Жена, что под бессильем, силу прячет. Оказывается, этим своим, кажется, смирением, ну, не кажется, а действительно, кажется бессилье. На самом деле, кто под смирением, оказывается, силу прячет. Вот оно, где сила! И тогда действительно, когда у жены есть именно это правильное понимание характера своего положения, и когда действительно вот то, что христианство называет смирением, так проявляет, здесь такая сила у неё оказывается, перед которой смиряется мужчина. Знаете, с кем борется? Кто с вами борется? Кто не борется, что же с ним бороться? И вот мне многие, даже отцы, вы знаете, говорили, вот сыновья, я их парю ремнём, девочку, да я не знаю, что мне делать, я не могу к ней прикоснуться, представляете? О, кто оказывается сильней, не тот, кто твёрд, а тот, кто мягче, жена, что под бессильем силу прячет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok